друзья всем привет решила испечь пиццу рецепт очень простой тесто мне это это очень нравится легко делается для начинки взяла просто колбаску лук сыр ну и соус майонез в общем без заморочек одну сделаю с просто с колбаской сыром а вторую с колбаской с луком сыром сын лук не любит поэтому одна пицца будет без лука конечно же по желанию можете добавить хоть грибочки хоть и маслины мужики мои грибы не любят поэтому поэтому вот так вот настолько просто что просто до безобразия просто с колбасой и сыром для теста значит 200 миллилитров молока одно яйцо вот столько соли столько же сыплю соды даже вот так вот половину чайной ложечки загашу ее уксусом 9 процентным вот так перемешаем все это все добавлю сюда еще три столовые ложки растительного масла тесто это можете замесить даже впрок замесили в холодильник убрали чем она мне нравится но не плывет не ползет когда полежит вот оно такое прям сохраняет свою консистенцию до последнего так соль значит соль сода масло яйцо яйцо одно положил сюда и значит мука молоко 200 мука 400 вот так так чуть-чуть оставлю на подпыл немножко вот так в общем хорошо вымешиваем тесто сначала ложкой потом на столе и убираем в пакет пока она у нас немножко полежит мы займемся начинкой нарежем колбаску лучок можно сыр натереть или сыр можно сразу на поверхность пиццы потом вот так тесто вымесили получается она не сказать что как пельменная нет она помягче ну нам сильно пустое но и не нужно так вот так помесили помесили и в мешочек положили и оставляем можно холодильник можно на столе без разницы так ну а теперь будем нарезать колбаску лук колбаску взяла полукопченую вот такая немножко жирком отрезал попробовал вкусненькая и нарезаю просто вот такими немножко наискосок колясочками соломка резать не буду я хочу выложить вот прям по кругу вот такими этими лук нарежу четвертинками колец вот такими вот так тесто делю на две части и подкатываем в два шарика и пусть еще минутки две полежит и потом будем раскатывать она уже будет более податливая вот так можно накрыть пакетом в котором она лежала тесто отлежалась теперь его немножко руками вот так разминаем и раскатываем толщиной примерно 5 миллиметров вот такой круг ну даже 5 ты миллиметров наверное нет так теперь на скалочку вот так накрутили и уложили чуть-чуть посыпала мукой противень расправляем придаем красивая форму ровненькую теперь смазываем смесью майонеза и соуса по две ложки я взяла все хорошо перемешиваем и размазываем все смазываем будет очень вкусненько с одним соусом мне как-то вот почему-то не очень так нравится с майонезом гораздо вкуснее мне кажется но этом лично сугубо мое мнение вы можете сделать с одним соусом как хочется вам так значит размазываем и раскладываем продукты в колбаску первую пиццу сделаю просто с колбасой и сыром вот так половину колбаски зрительно отделяем и раскладываем и теперь натираем сыром на крупной терке вот такая простенькая обычная легкая пицца духовка у меня уже разогревается сразу можно ставить все ставлю выпекать примерно минут на 15-20 при температуре 200 градусов на вторую пиццу я решила порезать колбаску у меня на первую ушло больше вот так как 2 будет с луком и я вот решил ее измельчить вот так вот и все соломкой сделать эту начинку пусть будет вот так в общем тоже посыпаем и натираем сыром пиццу хорошо делать после праздников когда остаются вот эти вот все понемножку той колбаски осталось чуть-чуть сыра осталось вот и вот они лежат вроде как уже всего наелись не ну колбаску сегодня мне пришлось купить а вот сыр у меня лежал думаю а испеку я пиццу в общем вот так так сверху натираем сыр вот такая получилась вторая пицца сейчас первая допекается и ставлю эту потом покажу обе что получилось ну вот и все первая пицца испеклась вот такая она румяненькая получилась нормально все сейчас разрежем и покажу на разрезе какая она по толщине режется хорошо мягенькая корочка сын уже ждет не дождется ждет не дождется когда же когда же мама ну когда же вот такая вот она получается все нормально тоненькая вкусненькая но на вкус уже что тут говорить колбаска сыр все очень даже вкусненькая вторая допекается потом просто фотку приложу собственно там разница небольшая лук просто добавлю ну собственно все вот такой простой рецепт пиццы я как-то раньше их почему-то боялась печь думаю у меня не получится как думаю какое там тесто интересное какое-то необычное а раз попробовала все отлично все прекрасно и очень вкусно попробуйте если не печете по каким-то причинам боялись пробуйте ничего тут сложного нет но все с вами была наталья всего вам самого доброго желаю в наступившем году пусть он будет у вас без потерь насыщенным на хорошие события и на все хорошее такое чтобы пусть у вас происходит радостные события разные случаются и в общем только позитива вам все пока и